фух ну вика блин века пахнет она какой-то тухлой рыбой воняет вот честно я ненавижу этот запах всем привет да начнем с этого я не приводит на такое короткие расстояние сниматься на нормально обычно все нормально все будет хорошо чем сегодня будем заниматься сегодня будем теститься я предлагаю по-другому начать я ехал в киев по своим личным делам соответственно решил встретиться с володей узнал куда он здесь что он здесь находится строится вот и мы решили встретиться и попробовать новые пистолеты какие-то которые привез с испании между прочим это прям завода вот это не купленные здесь ну скажем так то что я привез какие-то новинки у володи тоже оказалось новинка в неровинка не новинка в плане нового пистолета это просто в плане того что про это будет сниматься отдельно как бы нормальное видео где мы можем его под лом за одном и даже сравним у нас есть по сути получасы с чем-то наклассника и заодно мы их сравним ну да как они будут что с чем да что что с чем плюс есть какой-то новый шланг дошла от не новый просто шланг из дорогой серии ну люди как бы да люди экономят в плане его покупки это шланг с двойной байонетной муфтой проверим покажем но это скажем так это тот инструмент который я купил себе с целью потом не работать а получается такая ситуация что у нас есть кроме попробовать еще и сравнить и посмотреть честно я об этих пистолетах услышал ну вообще не вообще вообще недавно я тогда расскажу вкратце у нас на сегодняшний день есть фирма sagola да это производство испании и у этой фирмы есть скажем так несколько классов оборудования один из основных классов самый топовый называется класс экстрим то есть включает на себя модель 46 00 либо 4600 да и включает в себя мини экстрим это мини пистолет но по-хорошему он также может красить и полноценно потому что дюзы 1 и 4 у него есть на самом деле на него есть дюзы боюсь соврать да по моему 20 смысл маленького корпуса просто легкость и размер легкости размер короче то что сейчас так сделано что у него бачок подходит также и от большого общения да в данном случае все сделано унифицировано унифицировано для меня это один из больших плюсов реку можно прикрутить мало того очень интересно что на этот пистолет можно прикрутить также маленький бачок когда вам надо подкрасить чтобы не вливать 100 грамм краски или бачок в полноценный кузов да вы можете перекрутить эти бочки на мой взгляд очень сделано сейчас вопрос просто миники раз есть такие дюзы реально по факелу ступит чем-то маленький смотри как бы для того чтобы это понимать мы должны открыть техническую карту и посмотреть расход воздуха то что что формирует факел вообще как меня научили носоголе то есть мы должны факел рассматривать как топливно-воздушную смесь в карбюраторе для того чтобы двигатель хорошо работал ему нужно подать много смеси значит а вот эта смесь будет богатая бензином либо не богатая соответственно также будет работать двигатель либо быстро мощно либо медленно но как говорится на каких-то определенных оборотах поэтому здесь расход 190 а если говорить 200 литров да если говорить про остальные модели там же расход от 280 и выше 235 литров смотря какая голова смотря какая дюза и смотря какое давление то что пистолет из огола отличается тем что они работают на очень широких диапазонах то есть например есть головы которые работают там от 1 и 8 до трех с половиной почти до 4 атмосфер да то есть вот такой разгон нету такого 20 и все вот соответственно при этом как бы пистолеты красят по-разному вот для того что в голове титания меняется рисунок факела каким образом то есть из факела для базы который является овальным да он превращается факел ровный лаков на одной той же башке и на одной той же голове нам разменяется давление из-за того что за изменением давления поменяется факел это можно будет увидеть вот да обалдеть а на каком давлении что будет получаться на меньшем на меньшем получается базовое давление на высоком давлении получается факт прикольно ладно потом по поводу мне что очень интересно и для соответственно соответственно да у нас есть два миника и эти миники достаточно похожи тоже ну скажем так они папа ну да бы красит но в плане элемент то есть не полняк да неудобно просто но это то о чем говорит да долго медленно получается но один элемент без проблем ну скажем так серии по сути конкурентный вот мы заодно и сможем да цена в принципе тоже конкурентно по-моему даже с оголочкой дороже мне просто интересно попробовать я и я им ничего не делал просто никогда в жизни поэтому и этим ничего а стоп вру в этом в израиле этим вот таким же пистолетом я сначала еще гляну что там такое интересное я работал получается с оголой в израиле керамику на диске наносил ну сейчас попробуем там правда убитый был керамикой загажем так у нас очень много есть что попробовать до попробовать сразу скажу что эти пистолеты относятся к одной осевой системе также как и иватовская система то есть одна осевая система где управление воздухом и иглой происходит в одной оси факела на иглой например вот старых моделей там за обвеса и баса ты с одной из пор двух осев а дисбук знаешь для чего это сделано вообще чтобы не цеплять случайно хотя я же случайно на самом деле все зависит от легкости на нажимание на курок чем выше поднята упор ну рычал соответственно чем на тем легче тебе нажимать курок на это первое второе курок получается очень коротким то есть тебе не нужно длинное длинное нажатие то здесь очень короткое нажатие на курок то есть нет такой нагрузки на руки соответственно здесь клапан воздушный так устроен что нету первого вот когда высокое давление особенно в сети у кого-то было до 6 и 8 был на станции дать иногда тяжело на сорвать то есть многие работают так что выключают соответственно пистолет и вот это вот работа курком она при высоких давлениях она достаточно сложна здесь же сделан так клапан что вот такой нагрузки первого пуска его нет мне рассказывали о том что один из недостатков многим не понравилось что прикольно тут с крышку прям стоит упор до упор во первых легко доставать дернул и достал и во вторых многие говорят а это типа на прессовка и будут плохо держаться на самом деле это не на прессовка это под давлением резьба то есть это очень крепкое соединение но не пошли у людей с бывают проблемы с на прессовку ну были как когда-то какие-то модели более дешевые не слышали ни разу нет и фирме и вообще был даже у китайцев не слышал такого рода но удивились например эта часть вытащена заодно там не напрессована не вытащена заодно вот но как бы суть него если его разобрать до конца вот здесь везде металл металл и соответственно в этом месте у тебя просто-напросто вот все вымывается достаточно там иногда просто киточкой мазнуть и будут все чисто здесь интерес башках и дюза хитрый дюза хитрая здесь тоже есть как бы предкамера да где происходит смешивание воздуха для того чтобы он равномернее разносился по голове до выхода идет сверху если кто мне кто-то подсказывал мыть это сложно но ребят вы поверьте мне по-хорошему здесь краски не должно быть в этих ну да ну да если ты будешь замачивать да это это твои тогда личное горе тогда тебе и сложно это мы с больной головой и рукам покойный быть вопрос также очень интересно вот сами и гола вот это все от него да это все у этого пистолета из четыре головы они у нас есть все также было отличается интересной составом здесь вот такая есть предкамера значит выемка то она у всех башок во всех соответственно есть головах в л.п. стандартная голова работает при двух атмосферах ничем знаменательным не отличается сам производитель говорит о том что это устаревшая система и она как как система не интерес понятно что она лучше всего подходит для баз база вот по нанесению это очень сильно напоминает пятитысячную сад то есть мы ее тестили единственно что она быстрее то есть имеется ввиду что придюзи 12 она наносит приблизительно с той же скоростью как sata 13 соответственно будет высокой экономии вот а дальше вот очень интересные головы скажем так если clear это понятно что это основная голова для лака да даже производитель это указывает название работает она от двух стабильно до двух с половиной атмосфер соответственно можно играться нанесением и шагренер да вот эти две головы они очень крутые аква для чего аква это вот как бы голова большинстве своем как и для базы и для праймеров либо густых лаков то есть то что я говорю это такой ответ беларий вот в самом деле берут ну вот так они назвали я просто думал для водной базы а водной базы в том числе да вот соответственно как бы исходя из этого я понимаю что это для головатка для более густых материалов до который имеет более высокую вязкость не имеется ввиду для там грунтов таких вязких имеется ввиду для более густых на самом деле есть успеха можно красить все титания вообще уникальная мне интересно честно мне вот это как бы как таковое шашлыш уехала а вот про вот этого на самом деле вот можно купить одну голову ей оба хватит все подряд они называют решатель проблем то есть на низких давлениях она работает как аква а на высоких давлениях она работает как лир хорошо это у одного пистолета сейчас миник пропустим вот вот этого пистолета тоже уголов много про этот пистолет мы рассказывали очень мало и на самом деле я хочу его в первую очередь потестить да мне он честно многое заинтересовал многим-многим он очень интересен у него экономика лучше чем у того да вот если возьми его полюзаем то еще мне вот я вам не давил без вот в руке напоминает я тебе больше того скажу если ты приложишь туда 2 без это будет 1 я давил бы сам работал последний раз в конце даже в начале пятнадцатого года ну стоп у него тут по ходу тоньше просто из того что да да явно но в руке решает вот если говорить про вот этот изгиб да и вот эту толщину он идеально подходит двигаюсь при этом этот пистолет выпущен раньше ну вот но если говорить вот про самого то как вот лежит в руке многим эти под палец вот этого ну не знаю как бы моя рука не маленькая но она сейчас и ватку возьму махоньку похвату не ну и вата меньше чувствуется но она меньше темно она маленькая сама по себе но и это также вот у меня вовсе уходит под иглу уходит рука ну кстати вот этот удобнее лежит вот тут тоньше и как-то кулак ровнее на сжатии очень так как ни странного дешевле дешевле да ну говорят что эргономика у него лучше еще одна кстати фишка есть она есть у всех краскопультов серии extreme да то есть вот такой интересный регулятор здесь сейчас мы опять искупились экстрим или вот тут нет только у вас прям ты вот например закручиваешь до нуля выставляешь а это отдельно крутится на колесо типа же видеть насколько да да ты потом можешь четко прослеживать свои обороты на 0 выставляешь а потом его вращать в принципе прикольно но честно скажу прям для меня это то есть если за это надо заплатить я не буду за это платить я не буду за это платить потому что я прекрасно всегда знаю что у меня игла на максимуме насколько я закрутил если я ее крутил да и вот чем интересен этот пистолет и и он есть во всяком случае в двух как бы направлениях есть 3300 дитя да и есть точно такой же корпус только пишется к позиционируется так что кардлиари финиша а это больше индустриальный реально есть отличие никакого отличия нет иглы все клапана все ножки головы все подходят таким образом этот пистолет получил на сегодняшний день у нас есть раз два три 4 5 6 еще двух голов у нас нету потому что не идут под юзы 2 и 5 2 и 8 вот только подойти другие не подходят соответственно вот столько много голов у этого пистолета есть а вот есть вот такая голова среди этих нет хотелось бы попробовать они вот у нее есть тех это кстати голова для считать как бы для лака потому что а есть еще одна глава хвлп я ее не брал потому что кого почему вот достаточно а все есть тогда у нас вообще то есть вот это вот сочетание база лакар база лак но по идее тэхом можно красить тоже либо не будут всем хорошо производитель гарантирует дальше еще его голова для чего его и и по в техничке они прописаны как для же так его для более густых праймеров вот а и по прописано как для вэт вэт а соответственно в этом и лаке тоже проходят и тоже по-хорошему я так понимаю что это и можно красить и нормально ну лак да лак можно спокойно красть стоп если есть тэч для лака то он не может игру продавит комплектация кар не не комплектуется то есть ты можешь никуда ты не купишь скажем так эпу да ты купишь эпу только на вот эту комплектацию без манометра как меня отдельно голову идет либо отдельно голову просто покупаешь то есть и я хочу если покупать вот этот пистолет в этой комплектации то я получу вот эти две башки не в комплекте а то есть комплекте 1 1 за 1 башка то есть это все отдельно пистолет идет единственно что этот пистолет идет в комплекте с манометром только не с такой гайкой с обычным там другой корпус более принцип простой дешевый вот эти две головы это еще от более дешевой комплектации пистолета ну как удавилась флг он разбирается только он будет стоить немножко дешевле чем флг и интересно что эти головы встают на эту модель в обратную сторону не встают еще вот по поводу того что было чуть сказано вот этого момента вот очень это все эти пистолеты все пистолеты комплектуются вот такой интересной фишечкой на все сначала мы все смеялись на фига это нужно потом не выносят на презентации интересную вещь то есть это обычный бачок это обычный пистолет сюда вешается редуктор который с линии отбирает воздух и подает под давление в бачок и вы получаете пистолет под давлением то есть для жидких шпаклевок для высоковязки материалов для опять-таки титаны кобры да это все идеально будет наноситься ты можешь тут вообще менять любое нанесение а сам редуктор чем глобально отличается он отбирает ну там есть выход это не регулятора да и который подает стабильное давление ну там где-то 075 на 25 немного подает сюда поддавливаем то есть при при смене редуктора получаем уже обычно чтобы начал он работать подавляем надо только редуктор удобно с выходом ну и что стоимость там 80 где-то по моему 80 евро редуктор и мне странно почему мне это предложили как такая дополнительная опция которая никто не работает я сам не мало варивал с девилбисом у них есть и 2 сдаст с такой опции на самом деле это очень спорно и не пошло короче не пошло у них не пошло хотя я в себе взял конкретно под защитную такие вот рапторы когда хочется сделать шагри оба ведь его не хочется а как как ты продаешь через визу там двойку тот материал который должен идти там через шестерку изначально никак кстати здесь есть единственный дюза я боюсь соврать есть 30 вот это вопрос просто туда куда они тут воткнули расширили как бы профессионалов не сказали слушай но маленькая голова по размерам не скорее всего мы боимся что она не раздует нам факт я предлагаю с этой модели именно начать потому что это мы показывали это можно ну я не вижу ну да начнем с этого всего по чуть-чуть у нас есть чем можете да у нас есть что покрасить элементов хватает поэтому есть даже капот по моему до большой мы сможем на нем на нем поддуть я пока поговорю об этих пока там краска размешивается пока там размешивается красочка мы попробуем вот это вот вот это вот я сам еще не юзал но знаю о чем как бы говорю подсоединяется как бы все абсолютно одинаково редукторов нет это не видишь это ковыряли так пробуем снимать обычно когда челкаешь и давление хорошее давление в системе хорошее потому что сейчас шланг который я снимал тут в камере был он хорошо отскочил улетает рывочек такой слушай происходит сброс воздуха пистолет еще висит и во втором положении мы спокойно без всяких хлопков отсоединяем вот в этом и вся разница ну если куда-то поставить то есть нет вот это вот динамического движения инструмента от того что ты снимаешь быстро съем вот и все вот за это берутся деньги ну кроме того тут еще другая прессовка шланга отсюда шланг в жизни не сорвет как обычно с быстросъемов которые на хомутах каких-то там приделаны то есть тут конкретно запрессован шланг ну да вот за это берутся бабки и реально инструмент как бы хороший инструмент стоит денег поэтому не стоит удивляться почему за анесты вата там имеет несколько у себя шлангов одни из них там полторы тысячи рублей стоит другой 10 стоит вот за вот эти вот фишечки деньги берутся сейчас тестим факела цвет сложный цвет кварц да но специально взяли кварц для того чтобы можно было на да и можно наполосить напятнить наполосить то есть этот цвет которым можно наделать как краска века потому что дешево купили что было вообще ну да пшикнем что какой ухты для меня это стало новостью открыли бачок наливать и тут вот такой вот сито я просто реально я не ожидал можно прям кончик вот такой вот он прям вставляется вот туда слушай почему в этих бачок то такой же как как вы как выл пиашни на его там это как-то не нормально я думаю может быть расти ком пролить ну хер его знает что там японцы японцы мне может него плакали отдавали когда у китайцев она силиконовая ну это же не китаец я к тому что я все равно сторонник любой инструмент новый ну чуть промывать бачок через бачок видно жижу да ну пусть пусть снимает нет я не к этому но если есть да примерно до эталон но опять же так сколько там это это его то сколько по давлению одинаково вышло например там 18 сантиметров давление я не помню я не помню с какой-то и ватт но 1 и 5 к вам будет а ну надо глянуть что там у меня с собой книжки не короче или полтора или 18 вот мега паскали 1 и 5 1 и 5 дробь 2 и 1 то есть полутора до 2 1 вот в бар оба оба артарапе полтора ну вот нашли нашли ставим полтора чётенько чётенько ну у меня вот тут у 24 в растянутой руке 20 у меня 24 до язг убираем палец 1 примерно то есть в районе опять же них точно красит сейчас в первых сторону два пшика сделать то что там ростик типичный как бы он ровный получается он ровный сюда видать может выше и под ним то есть он явно выражен что он ровный сейчас до суда поближе на эту камеру покажу причем это такой легкий пшик сейчас сейчас не буду чуть-чуть конечно края присушаются ну нет как вот вдавил быся про него явный раз такой ну при при перену при пересет при переслоение ну как стык 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 на стык кстати сколько сейчас примерно по ширине ну примерно в 2222 ну я так по опять же ну это не есть эталон я знаю что я растягиваю на 24 факел как бы двадцать четыре данному реальных мокрых 22 не наливая да у меня на его те 14 было сейчас с огол вставляем тоже день 4 а давление такое двойка это рекомендованное да ну я чуть-чуть чуть-чуть в сторону так рядышком я его в наклоне держала ничего сейчас с другой вот очень надо видеть мне больше не стоит на место ножка примерно то же самое факел больше сколько сейчас давление двойка я сейчас умеешь самому интересно сделать а ну пока это тут и заряжен этот можно опускать ниже или нет не стоит не на ниже не стоит ради интереса с один полтора поставим полтора полторашечка видать так поставим сюда башка криво ну чуть-чуть он уменьшился чуть-чуть хотя прям сильного вот здесь по крайней мере сильного разница но видно или поднимем его туда 2 до 2 до 2 здесь рядом чуть-чуть вырос то есть грубо говоря как тут чуть-чуть уменьшился тут тут также чуть-чуть вырос но хочу отметить еще одну такую вещь что мериться факелами это хорошо но на самом деле кстати его то обычно всегда выигрывала такие соревнования но вот когда мы начинаем наносить не всегда размер факела нам дает какую-то преимущество скорости либо улучшение нанесения поэтому скажем так это просто такое данные для тебя да вот а вот она есть но от из того что явно видно вот даже по высохшему четкий а тут вот в элипсе в элипсе я тебе скажу как для мини пистолет ну да много это довольно это довольно таки нихрена себе факела так идем дальше да теперь дальше я предлагаю не тут 14 потому что тоже полноценные пистолеты а дуть более приземленные в плане уменьшится я почему люблю дюзевы для покраски 1 из 4 для лакировки 1 4 1 и 5 потому что хорошая скорость просто скорость может этими сейчас пшик и мы тогда покрасим а вот на вот этой башке которые как анти витания или что там было то интересно галянуть что там меняется чего не меняется факел ну да сейчас уже на чем-то одно охот курка пустой такой придет из не зацепишь случайно сейчас у меня нажат курок и вот это свободный ход и удобно случайно не зацепишь усатый такой фишки там коснулся и тук сразу полетел вот это из минусов то что мне у него не нравится так что же самое расстояние так это я так сушенько сейчас его надо пролить йог не но это сейчас реально реально мокрого это 24 еще где-то 2 1 26 но опять же тубим судим это такое показатель на как он наваливает это одна башка просто башку поменяют это дешман это дешман бомж пакет сагола 21 вот эта регулировка оля джетей этот точнее какая флг так у него давление выросла ну тут вы уже факт что-то мне кажется мне кажется ой 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 но это с 1 и 4 для чего это вообще голова себя позиционирует нужно короче перила покрасить да да это а швел пи тут вообще пациент около рогов нету отверстий у той было тут нами тут надо поднять этим можно больше для грунта потому что вещь она пролита вот вот этого пыла вокруг нету ну тоже дешман ладно его и по опа опа давление завито идем дальше но требует меньше сразу и вата вот один в один вот этот четкий срез лаковый конкретно это должна быть парка это была вот эта башка и по это у нас будет его это типа база должна быть по идее да да так давление давление не поменялось то есть на башках этих потребление пошла до или сразу рисует рисунок немного плавать ну дан угол наклона так чем еще дешевые мы вот эти вообще и ты что же она уже высохла просто посмотрю вот удобно так вот имея кучу бошек вот здесь рядом до шикать и видеть разницу факели не меняя ничего кроме башки так давление а вот тут давление упало так не понял или я где-то час я сейчас я его прикручу у меня вверх не забывает пока не ну она вообще переплевывает вот этот причем на хорошо так переплевывает приблизительно такая же но она не я бы не сказал что напрямую садовка голова да вот такой вот иватовский факел он он узкий получается то есть нету явного вот это я плыла видишь да по краям то есть она очень мало берет нету явного центром нагруженного так это дешевый пистолет чуть 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 это 14 дюза было теперь мечта твоей жизни попробовать интересную голову который меняется все подряд а до попробовать это вот интересно такое получается результативный тест вот в упор принцип как у девилбиса одно тело куча бошек разные результаты нет мне неинтересно голова так поставил 1 и 3 дюзу сюда сейчас накрутим эту интереснейшую голову я прямо интересно что же там поменяется факели при изменении давления ну головы на ощупь отличаются под регулировкой на затяжке так а у этого пистолета что по давлением от 1 и 8 до 3 с половиной окей ставим 1 и 8 примерно так подача на всю факел на всю пробуем не особо нормально в общем фоне но такое он ближе к и вот прямому при давлении 1 и 8 он ближе к ровному ну ну ровный то есть чуть-чуть есть наклон но и он не сильный вот здесь явно видно выраженное больше он уже есть есть расширение но он не такой широкий как вот это больше 3 расстояния тоже до сразу шейтан а ну а ну а ну аж интересно это было у нас 1 и 5 вот то было сейчас рядом факел на всю подача тоже на всю а ну 3 ради интерес к самому а ничего а ничего не поменял ну вот чуть больше накинула просто за то же время про вообще разные так ну реально шайтан то есть все то же самое кроме давления то есть на меньшем давлении им можно одной башкой базу накинуть повысили давление смотри обычно получается так что универсальная голова это что что-то среднее между лаковой и что-то среднее между базой то есть ну и так себе покрасит базу ну и лак положит да а здесь получается хочешь универсальный вот тебе базовая вот тебе лаковая как это 1 и 3 я поставил дюзу то есть не меняя ни дюзу ничего не что практически рисунок одинаковый с этой головой 1 и 4 даже чуть-чуть пошире а здесь 1 и 3 так ровная мокрая полоса ровная производительность здесь да я боюсь соврать до 300 литров вот вот что не хватает наш это еще бы взять час девил без рядом и сату рядом взять ну по полноразмерники из и ватой полноразмерной вообще вот в упоре прямо и чё у кого больше чем по макроте макроте да для лака именно а лакса не лак мы не пробовали на базе красили одинаково сат 1 и 3 5 тысячная мы красили и ватой леской и красили этим двигаться мне успели очень много элементов вы можете представить то сата 1 и 3 красит приблизительно так же как это 1 и 2 двоечка голова х влп маску да мы без масок потому что их нет а закончилась мало мало валили так хватит для одну на первый слой точно все ходит я к чему не привык уже просто л пяшкой давно крашу давление там там же снуля единичку поставил и кик вот это именно именно этой башкой а для базы а в чем разница ну принципиально аква быстрее будет ну это будет быстрее чем тут по ощущениям да я сейчас не так сильно налил как там но по факту будет быстрее ну да три прохода в каждую сторону а ну по ширине я сейчас миники заряжу то есть второй проход миниками сделаю так для сравнения ну скорости прохода интересный интересные результаты жаль что не хватает полного спектра инструмента для сравнения в плане сюда же и вату полную полную не миник сато и дэвилбис тогда было круто все все посравнивать ну а так ну инструмент рабочий работающий факела меня приятно удивляют вот это вот башка вот это вот которая в дорогой версии конечно ну прикольно реально не то что ширина а реально меняется наполнение его вот это вот это удивляет может может быть у каких-то еще компаний есть такое но меня это удивило так берем маханьку и вату в руки шпарим ей это крыло это чуть подсыхает и берем маленькую сабову рекомендуемая 1.5 поехали я доволен факелом миника берем другой миник кстати я отца миником и ватовским помахал ну хорошо такой у него факел бодрый для миника двоечка что да тоже опа а я долил столько же сколько в этот вату расход что-то тут поболее да нет не вот имя что несут а стоп у нас бачки разные тут бачок меньше а я ну я примера налил по этому человеку не хватило по ощущениям чуть помедленнее чем его то чуть-чуть у меня кажется но сравнить в руки взять одно крыло и ваттой вас подсохнет ну это исключительно по ощущениям так полторы поставили 118 ну так тут налив конечно идет хорошее широкие хорошо а я сейчас будет просто сравнение как она при полить пройти вот это вас пистолета который более дешевый по моим ощущениям сейчас разложил даже ровнее чему-то башка там ровнее в плане нету мокрых островов то есть он реально ровнее разбил да вот это вот именно то к чему я привык то есть равномерный мокрый и для того что если этот мокрый даже по цвету необходимо так оставить он будет ровным без этих ровняющего слоя мне вот этот сейчас больше сейчас понравился чем вот это даже для базы так чё подсушиваем но оно явно видно вот тут слой лежит все то есть он высохнет он будет финишным а здесь надо выровнять потому что явно видно для чего и брали кварц цвет его надо выровнять вот так что я наливал там в принципе также наливал а он лег ровнее чем тут там ты работал на рабочих параметров так здесь ты работал на низком давлении на широком дюзе то есть подача очень большая просто надо было дюзу взять 1,2 я вот немножко не так видел просто хочется сравнить все дюзы в одном размере понимаешь что они были а по хорошему для работы такая дюза не нужна с базой ну вот и получается что разные дюзы на разном инструменте показывают одинаковые диаметры на разных инструментах получается так что сейчас очень часто многие говорят вот она валит и вливает а меня идут и все и она будет работать в том режиме просто народ не привык так вот особенно страны да что значит у меня идут когда тебе купили за 15 штук пол пистолета недешево так ну там полностью готова под лакировку уже так классно тебе разобрать да да так дадим чуть чуть больше где-то 2,2 вот так лучше но все равно тот мне больше понравился вот как бы ни было странно он дешевле но он мне понравился больше ну на титании надо давление ей поднять да да два с половиной как его навалить двухслой двухслой с промежутком или может друг на друга нет как надо мы можем один нанести хотя бы минут пять ну короче тут навалим там навалим там и возвращаемся двухслойник нормальный полноцен так разбивает идеально вообще прям расшибает его просто но опять же давление 2 и 5 так халву меняем на 5 и давление двоечку и до тут часы ватовский стоит манометр двоечка на технической баски у меня надежда на то что он мне понравится больше и тогда я себе потом возьму такой а девять четыре тут бюза да ну хочется быстрее медленновато но бьет хорошо то есть разбивает хорошо сюда поменяем башку на положенную лаковую положенная лаковая clear и давление получается мы давление чуть опустим даже ну хорошо то есть для лака вот прям хорошо по скорости он получает сейчас на 1 и 3 быстрее чем тот на 14 ну по ощущениям идем туда но она дороже так тут остается течь и вариантов особых и не ну дешевую не вижу я сейчас уже не вспомню эту apple apple попробовать что изменится хотя бы вообще по ощущениям на опа тут давление сразу стрельнуло 272 можно мне нравилось это лучше башка вот это башка реально лучше в лаке она и льет прям вот бодро и и бьет и бьет бодро хорошо и шагер такой вот ну как будто я им работал уже как минимум хорошо мне понравилось сейчас чуть-чуть он посохнет я ради интереса хочу двумя миниками пшикнуть и туда и тут так попробовать так тут тоже двоечка факел на полную подача на полную он еще как бы ну и пошел и вперед камера света них не дает мне ну хорошо меленько так не хватило сейчас дольем то ли еще будет я вот скажу так миниками можно даже сказать впервые вот так вот что-то делаю большое обычному миник у нас был на сервисе реально какие-то подкрасы и только по базе делали я так для себя с целью понимания что миником материал как будто вот вообще маленько-маленько и по чуть-чуть по чуть-чуть дает медленно дать безусловно не но по сравнению с тем медленно то есть бесспорно так его то на лаки двойку поставлю и волны так маленькие будет вообще медленно боль вообще медленно да он ну тоже медленный как этот а не хватило тоже медленно тоже надо приливать то есть объема наполнения не хватает с той скоростью которой я веду там я два ну аж 22 прохода сделал вверх-вниз да тут мокрей слой но преднему принесу предыдущий слой мокрей и вверх-вниз я прошел а тут я поменял тем что я присыпал сейчас подождем он растянется ну лак в принципе не плохой ну и вот согласен не спорю понимать да инструмент хотя все равно вот здесь где нормально еще я наливал нормально и шагер нормально ну медленно медленно да подведем краткие хотя бы итоги кстати вот смотри этот лак по другому здесь вот обрати подойди или я не прав шагрень другая просто чуть-чуть другой из этого эффекта видишь немножко поменялся ну ну здесь мы опять же разные пистолеты то есть тут добивали и вата и причем не добили но лак растекся сейчас скажем еще пару слов про лак это дешевый лак да сразу покажет короче мы его просто была возможность да потестить вполне предсказуемый ощутимый лак и нормально себя короче но это дешевое что-то короче тех кто в россии поищите ну реально я так поюзил мне в принципе понравился если он еще и дешево стоит это вообще того стоит по да по поводу инструмента ну полноразмерные пистолеты понятно а он уже и все прикольно мы тут сколько мы либо ну пускай даже 40 минут мы мыли пистолеты или лякали да а он уже встал такая это она сейчас встал ну понятно отпечаток не ну пыль уже все унести вынести на улице так если он дешевый это вообще люди там поищите кому надо это уже такая чисто реклама от души грубо говоря потому что реально материал прикольность он дешевый того стоит по пистолетом из того что ты мне реально понравилось вот тут мы носили сначала дорогим разными башками в итоге башкой какой клер до клер последний клер вот она мне понравилась больше тут все предсказуемо все круто там на более дешевая версия пистолета в небо какая еще голова и по-по-по-по валит вообще просто изумительно вот прям вот вообще огонь мне понравилось по базе такое то есть туда-сюда но мне вот тут понравился этот пистолет на базе все равно больше чем тот хотя тот ну да положил все да не все головы не все дюзи но он прям он прямо навалил наливал и она прям такими островами мокрыми смотрелась ну так вот на чем закончили на то что этот дешевый более версия пистолетом и мне понравилось больше вот вот чок мне там не говорили ну вот мое цена дозна понимает цену это сколько на него можно накрутить всех дюз и бошек разных ну за такие интерес аналогов нет вот просто аналогов нет по поводу по поводу минников ну миники миники наклады тут последний слой миником разложен то есть все хорошо там последний слой миником разложен все хорошо ну само собой гораздо медленнее было лучше покрытие так я тут не не долил и давление поднял но по поводу факелов тут все вообще все производители представлены да вот это ты очень удивительно мне прям понравилось хотя в вот работе по лаку мне кажется на что с лаком надо понимать с лаком надо выйти в дюзы попробовать разные дюзы и попробовать поиграться давлением для себя определить просто под какой-то лак определенный просто вопрос том что есть что определять и есть с чем поиграться то есть нету как вот тусанта есть одна дюза и все эти вариантов нет да и вариантов нет здесь же есть чем поиграться а по лаку мне понравилось что вот сюда я на наливал прям навалил и последним миником это сделал два прохода вверх вниз и он не пойдет мы правда кстати между прочим тестировали вот 3300 мы тестировали прай вместе с никого прайп рулай продавил без грунтовочный и это право 8 дюзами и тестировали на мебели на эмали кто очень густая и в принципе по качеству они наносят абсолютно одинаково но единственно стоит проиграл по скорости но сагола сагола проиграл по скорости но ребят 18 тысяч до и 12 это раз на и потребление воздуха тоже соответственно 350 литров или 280 тоже есть большая поэтому как бы тут все черный марку пает пистолет он должен понимать если пистолет кушает мало воздуха то скорости там не будет не будет все равно не будет логически понятно да круто вот 33 как этом 2 0 до заполни запал она мне лишь той цель вот этот редуктор трубочка вверх и иди за 2 лет это двухмиллиметровая а вот то прям за свою цену это огонь это вообще супер универсальный пистолет класс особенно для начинающих